Степанов Александр, закончил курсы в SkillUp, сейчас работаю джуниор-тестировщиком в молодой компании. Курсы я закончил в ноябре прошлого года, брал подготовительные курсы, потому что у меня не было особых знаний в всей моей аллее SQL. Брал основные курсы и коучинг по трудоустройству, потому что посчитал, что это действительно полезная вещь. И так у меня до этого не было никакого опыта с собеседованием и трудоустройством в айтишной компании. Все решили для себя, что они стоят у меня денег, я действительно так. Так, подготовительные курсы действительно были тоже полезными, особенно по SQL, потому что так само это довольно тяжело освоить. Но благодаря преподавателю, который действительно горел этими курсами и хотел донести данное знание, это было намного прочее и интереснее. По основному курсу нам тоже очень повезло, был вообще хороший преподаватель Елена Бритова, которая имеет большой опыт в айтишной сфере и конкретно в тестировании. Насколько я помню, наверное, работает автоматизатором в тестировании. То есть в некоторых моментах, понятное дело, я дочек почитал до курсов, но в любом случае курсы помогли как-то структурировать знания. И когда уже дело дошло до практики, действительно, без помощи преподавателям было бы намного тяжелее. Потому что просто есть шанс получить неправильные ответы, это саму учить и спрашивать у друзей. А так, как бы, гарантированный правильный ответ и довольно быстрый фидбэк. И, в принципе, спрашивать уже в любые моменты. Всегда. Потом я проходил коучинг по трудоустройству. Потому что, как я уже говорил, у меня не было никакого опыта в собеседовании. И, да, действительно, оттуда вынес массу полезных вещей. То есть, ну, вот некоторые говорят, что коучинг в трусове не надо, надо все самому почитать и все. Как бы, некоторые моменты действительно можно почитать самому, но некоторые моменты просто почитать не надо. Потому что в одних раз у нас люди, которые действительно ходили на собеседование или, как в моем случае, наш преподаватель, он, как он говорил, он раз в сколько-то времени специально ходит на собеседование, чтобы посмотреть новые тенденции. новые вопросы, коварные, HR-ские, ну и вообще, что меняется в этой сфере. Поэтому, особенно индивидуальные коучинги, с HR-ом особенно, очень помогли, потому что мы добавили уверенности, подтвердили мои знания, и работа с составлением резюме, действительно, была очень хорошая, потому что самому составить резюме можно, но можно упустить очень много важных моментов. И вот сейчас на своей работе, когда у нас набираются новые люди, я просто вижу, какие резюме она присылается, и иногда я просто в шоке, когда человек на позицию Медла или даже Синдера, ну не знаю, присылает резюме, которое писано левой ногой, то есть просто непонятно человеку, или просто лень посмотреть, как это правильно делается, какой-то шаблон сделать, или он просто настолько крут, что он не считает, должен писать правильно, но опять-таки это говорит о человеке. По поводу моего трудоустройства, искал работу я, грубо говоря, 4 месяца, как бы, в моем понимании, это не много при теперешнем рынке, и на плыве желающих. За это время у меня было 3 собеседования, скажем так, одно 2 в живую, одно по скайпу, все это было положительным опытом для меня, и по некоторым причинам первые 2 собеседования мне отказали, но это всегда опыт, даже отрицательный опыт, это всегда идет в копилку. В данный момент я единственный тестировщик в компании, компания пока что небольшая, у нас 2 проекта, но ответственность большая, потому что я единственный тестировщик, и большая тестировка только на мне. Но это только подстегивает учиться развиваться, и нет времени особенно пошалиться, или делать вид, что ты работаешь. Вы презумируя все сказанное по поводу курсов и тестирования, то есть до того, как я пошел на курсы, я читал много отзывов по разным курсам, нужны ли курсы вообще, мнение людей, читал уже после курса, мнение, понятное дело, всегда расходится, и многие люди говорят, что в плане тестирования курсы не нужны, потому что все можно почитать самому, как бы, почитать пару книжек и много чего узнать. С одной стороны, это правда, но структурировать знания все равно лучше на курсах, задавать вопросы, получать у них правильные ответы только на курсах, поэтому я не жалею, что пришел на курсы, как бы, это не такие большие вложения по денегам, которые, в принципе, добиваются довольно быстро, когда устройство наработал, потому что самообучение это было бы намного дольше, и так, сейчас море информации в интернете, тяжело найти правильную информацию. Очень много времени тратится на поиск нужной информации, что можно что-то считать и смотреть, но это не актуально или это не совсем то, что на данный момент. И по поводу курсов по коучингу, по трудоустройству, я их рекомендую, особенно для людей, у которых не было опыта прохождения собеседований в айтишной конторе, ну, или просто собеседований, потому что они действительно подредактируют резюме, что для джуниор-тестировщика, либо джуниор-специалисты является самым главным, потому что его отбирать просто пока что по резюме. Резюме будет такое, на которое обратят внимание, написано правильно, и как бы придадут уверенности в разговоре с HR и с южными специалистами. То есть для меня я вынес массу полезного, из этого коучинга, как бы, я считаю, что он устроит своих денег. Продолжение следует...